МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На поездке изучить туристические маршруты для дальнейшей совместной работы, обмена опыта и идеями по привлечению туристов на посещаемые территории. Насколько необходим такой обмен опытом? Чем он полезен для туризма Хакасии? Об этом мы поговорим с нашим гостем, путешественником и блогером Денисом Мукимовым. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что в вашем плотном графике нашли время прийти к нам в студию и рассказать о своих путешествиях в том числе. Потому что сегодня мы пригласили вас именно как эксперта в области туризма. Это так? Ну, экспертом я себя не считаю. Просто есть чем сравнить. Бывал в каких-то других регионах российских. Везде туризм развивают немножечко по-разному. Но мы знаем, что вы бывали и в зарубежных странах. Ну, в зарубежных странах тоже бывал, но просто, как бы, я там особо не обращаю внимания, как туризм развивается. Я просто заранее изучаю этот вопрос, где что можно посмотреть и еду. Давайте на этом поподробнее остановимся. Расскажите, в каких странах вы бывали и как вообще сегодня ориентируются выезжающие за границу? Есть ли какие-то форумы, объединения? Где вы ищите информацию? Ну, в основном я посещаю страны азиатские. Как-то так получилось, что и не очень далеко ехать, не очень далеко лететь. И еще самая главная причина, что они относительно недорогие, большинство азиатских стран. Вот. И безвизовые, к тому же, тоже важны очень критерии. Но, что касается объединений, да, есть такие объединения в интернете, форумы. То есть, где я все читаю, вот эти всякие какие-то полезные советы. Там люди, туристы делятся, там, какие-то лайфхаками, что называется, там. Где там, на чем можно сэкономить, что стоит посмотреть в стране, что не стоит. Некоторые достопримечательности, которые раскручены на весь мир, они не представляют, на самом деле, никакого интереса, когда их смотришь. Некоторые, наоборот, недооцененные. Вот так. То есть, направление для путешествий вы выбираете по критериям безвизовый режим, доступность, недальний перелет. А безопасность? Ну да. Ну, безопасность, как бы, откровенно опасных стран в мире, на самом деле, не так много. А какие сегодня считаются самыми опасными? Ну, относительно опасные, там, Афганистан, Сомали, вот такие вот, там, может быть, там, Пакистан. Куда бы вы не рискнули поехать? Да, можно, но, наверное, не с семьей. А вы путешествуете не один? Да, я путешествую с семьей. С женой, ну, вот, в последний раз даже с ребенком ездили. Нормально? Последние ваши путешествия куда? Мы ездили в Турцию, в Ливан. С ребенком ездили. Вот, посетили, там, Стамбул, Бейрут, вот эти города, там, ну, и в окрестностях, там, поездили. Вот, но это не считая того путешествия, вот, которое, вот, не так было на прошлой неделе, вот, инфотур. Хакасия, Туа, Монголия. А почему вы решили поехать в этот тур? Как вообще вам поступило предложение? Меня пригласили в этот инфотур съездить, как фотографа, пофотографировать, потом писать в блоге об этом. И я поехал, потому что места очень интересные. Я был раньше и в Туве, и в Монголии неоднократно, но здесь именно были немножечко новые районы в этих регионах. И они достаточно трудодоступные. Дело в том, что большая часть маршрута этого инфотура проходила на УАЗиках ездили, там, ну, на простой машине не проедешь. Ну, конечно, такой шанс выпал, посмотрите эти места. Расскажите поподробнее, где вам удалось побывать. Вот, например, Хакасии, в Туве, может быть, сразу обозначите эти туристические точки. Наш тур стартовал в городе Кызыле. Мы поехали сперва в западную часть Тувы, в город Чидан, Хандагайты. Там нам по пути рассказывали, показывали различные туристические объекты. Там и объекты инфраструктуры, в первую очередь. То есть, потому что это интересовало представителей турбизнеса. Это природные памятники, культурные, вот эти вот. Потом перешли границу в Монголию, и пять дней были в Монголии. То есть, там было то же самое. Существенно отличается, ведь все-таки другая страна? Ну, Тува и Монголия отличаются. Некоторые думают, что не очень отличаются. Мне видится, что большое различие. Есть там уже свой собственный колорит, свои там такие характерные детали. Какие-то, которые ни в Туве, ни в Хакасии, вообще нигде либо в России такого нет. Вообще Монголия, как видится мне, находится под каким-то таким влиянием Китая. Там даже вот как-то вот чувствуется такой вот уже китайский дух. Там товары все китайские, предметы быта. Да, там даже отдаленно похожи, а не на китайцев. А кто еще с вами ездил в данный тур? Представители каких-то других регионов были? У нас было всего 25 человек. Вот буквально там три человека. Это мы вот фотографы, блогеры, журналисты. А остальные все были представители турбизнеса. Турагенты, туроператоры. Это Красноярский край, Томск, Москва, Кызыл тоже, ну и с Хакасии. Ну вот интересно, столичным гостям в чем был интерес? Они предполагают, что сюда можно на самом деле привлечь туристов? Ну да. Или это в погоне за экзотикой некоторые? Ну, это в погоне за экзотикой, в том числе, как мы видим. Вообще, следует сказать, что отдых в Монголии, отдых туризм в Монголии, он очень крайне специфический. То есть это далеко не для всех отдыхов. А в чем его особенности? Там, во-первых, вся туристическая инфраструктура, она находится еще в зачаточном состоянии. То есть там нет ничего такого современного, крутого, фешенебельного. Вот. И как бы... Надо быть к этому готовым, морально? Да, нужно быть к этому готовым. Там, например, ну вот на турбазах там где-то, ну как бы не всегда была даже возможность там душ принять, что-то еще. То есть это не вот только все строят, показывают. Ну вот, все же дело. То есть есть куда расти? Да, но при этом это все компенсируется природой, почти не тронутой человеком. То есть вот где-то гуляешь, ходишь, на какое-то большое озеро приходишь, по берегу гуляешь, и нету ни малейшего следа человека пребывания там. То есть ваши следы были первыми? Ну у меня такое ощущение складывалось, да. Потому что вот идешь, ни единого мусоринки нету на берегу там, куда ни посмотри, никого нету в озерах. Ни одной машины, ни одного человека, ни одного рыбака. Монголы не рыбачат. То есть, на ваш взгляд, Монголия завлекает туристов своей как раз-таки нетронутой природой. А если говорить о следующих регионах, это Тува и Хакасия, вот на ваш взгляд, какие есть здесь особенности, чем привлекают туристов вот эти два региона? И что вам запомнилось в Туве, например? Они привлекают своей вот некоторой самобытностью. Потому что, как бы вот в Туве, например, вот заметно. Да даже вот просто невооруженным взглядом приезжаешь в Туву, там, например, многие мужчины, да и женщины ходят в национальных своих там жилетках, там, шитые там шелковыми нитками. То есть, это сразу так приятно, необычно и выглядит такой колоритная такая фишка. А для них это норма, да? Для них это норма абсолютно. Это сразу хочется фотографировать, смотреть, как бы, ну, интересно. Потому что вот, ну, вот в Хакасии нет, к сожалению, такого, что, ну, вот национальная одежда, какие-то ее элементы, они практически не сохранились. Вот. Кухня в Туве национально очень распространена. Можно зайти в какую-то закусочную и попробовать местную кухню. Тоже я... Нас там кормили, хорошо? Да, кормили, хорошо. И вот эти вот вещи нужно, Хакасии, перенять. Вот эту вот национальную кухню надо развивать. Вот. Ну, конечно, в Туве природа очень красивая. Тоже она не очень тронутая человеком. Еще мало каких-то троп натоптанных, дорог наезженных. Это тоже подкупает. Посиди. А вы общались с коллегами из других регионов. Что им понравилось у нас в Хакасии? Было такое, чем удалось зацепить? Ну, вот лично нас в рамках этого тура, нам очень понравились. Вот музей Казановка, как нас встретили, очень достойно. И нам экскурсию там провели, показали петроглифы, наскальные рисунки, очень древние, интересные. И, ну, я лично, несмотря на то, что здесь как бы много езжу, ну, мне тоже очень понравилось, впечатляет. Там очень хорошая лекция была, нам устроил вот там Леонид Валентинович Еремин. Да, вот он очень хорошо рассказывает. То есть вы даже для себя что-то открыли? Да, конечно. А как реагировали вот гости из Москвы? Да всем нравилось. Все с воодушевлением все это рассматривали, разглядывали. Там вот эти вот, накладывал вот он бумагу, там этой травой рисовал. Вот эти вот все рисунки, пахнущие чабрецом. Ну, чабрецом вот так вот. Все это они с собой потом взяли на память. Все это очень здорово было, как бы такой интерактив. То есть они сами в том числе это делали, не только он. А уровень сервиса, гостеприимства и вообще транспортная доступность вот в трех регионах, везде она присутствует? Она присутствует везде, но в Хакасе она развита лучше всех, всего. Это, конечно, нам тоже есть куда расти, но тем не менее, вот мы посетили Туву и Монголию, путь туда лежит через Хакасию. И этим нужно пользоваться, пока, например, тувинцы не пробили дорогу на Алтай. Иначе будут Хакасию, могут стороной объезжать. И поэтому в этом плане, конечно, повезло. Потому что вот из Кызылы, например, самолеты в Москву не летают. Все столичные гости и жители, они все летят через Абакан. Соответственно, они здесь останавливаются в нашей республике. У нас здесь ездят по нашим достопримечательным туристическим объектам. И вот нужно об этом знать и, соответственно, их встречать, чтобы они потом сюда возвращались. Ну а помимо вот упора на национальную кухню, что еще, на ваш взгляд, можно было бы применить в нашей республике, на примере вот соседних регионов, перенять у них какой опыт? Ну вот, например, турагенты и туроператоры жаловались, мне рассказывали такую вещь, что вот не хватает очень на наших базах отдыхов конных маршрутов. То есть вот приезжаешь на какую-нибудь базу отдыха, там стоит лошадка, там можно кружочек сделать и все. А хочется, чтобы вот сел на лошадь и куда-нибудь километров за 15, там куда-нибудь сходить обратно в радиалочку, в большую, там на полдня, а на день. Вот на это есть определенный спрос, на такие услуги. Вроде бы как в Туве с этим проблем нету. Там они, ну, всадники-то такие опытные, и у них с этим вообще проблем нет. А в Монголии что удалось подсмотреть? Было ли там что-то такое примечательное? Да. По катушке на верблюдах вот тебе понравились, да, тоже. Ну, они, кстати, и в Туве тоже есть. Не, ну, в плане сервиса, конечно, Тува и Хакасия лучше Монголии. Пока что развитые. Ну, вот на Ваш взгляд, все-таки, как эксперта, как человека, которому есть с чем сравнить, готова ли Хакасия все-таки принимать туристов? Ну, конечно, готова. У нас все для этого есть. В принципе, у нас строятся эти новые базы отдыха. Все это, люди приезжают, отдыхают. Наверное, два рейса в Москву каждый день летают. А уровень цены вот с соседними регионами вам удалось сравнить? То есть дороже у нас, дешевле на одном уровне. В принципе, примерно одинаково. Вот, ну, в Монголии там где-то что-то подешевле, чуть-чуть, где-то подороже. В целом, у всех трех регионов цены одинаковые. И вполне доступны, достойны. Можно вполне даже на выходные сесть, на машине доехать. Подводя итог нашей беседы, Ваше мнение, как человека, который побывал в разных зарубежных странах, может оценить уровень сервиса, уровень вообще развития туристической сферы. Будущее есть у нас в республике именно в направлении развития туризма? Ну, есть, да. Ну, нужно просто, я считаю, чтобы он еще, как бы и так с туризмом все у нас в принципе в порядке. Но нужно еще развивать, как мне кажется, в первую очередь, это транспортную инфраструктуру и транспортную доступность. Нужно, может быть, немножечко поработать с ценообразованием в Абаканском аэропорту. Немножечко. Там надо дорогу в Кемеровскую область пробивать. Потому что это нам тоже такой импульс даст и развитие. И туристы поедут в том числе в Монголию, в Туву, по территории Хакасии. Там мимо города Абазы все это будет развиваться. Спасибо, Денис. Это был «Экспертный клуб» и моего ведущие Анна Ахпашева и Александр Климов. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!